Защита Айдаровца, сбившего насмерть 11-летнего мальчика в Южном, пытается доказать, что подсудимый Эдуард Жукотский был при исполнении. Адвокаты хотят перевести дело под юрисдикцию военной прокуратуры. На 66-м заседании они предоставили еще два ходатайства, на этот раз ответы от Южного территориального управления военной службы правопорядка. При этом документы противоречат полученной ранней информации из Министерства обороны. На момент совершения ДДП Жукотский имел статус военнослужащего 24-го штурмового батальона в простонародье известного как Айдар, который входит в систему вооруженных сил Украины. Имел должность, имел соответствующую воинскую специальность, а транспортное средство «Фольксваген-транспортеров автомобиль» был получен в качестве благотворительной помощи, поставлен на учет и на момент совершения ДДП имел статус военно-транспортной машины. ДДП, в котором смертельные травмы получил 11-летний Артем Евсяков, случилось еще в сентябре 2015 года в Южном. От полученных травм мальчик скончался в больнице через несколько дней. По словам очевидцев, скорость была превышена, а происшествие случилось прямо на зебре. При этом в качестве свидетеля женщину не приглашают, так как она ранее уже посещала заседание. Препятствий никаких не было, это я могу сказать 100%. Там у нас, да, есть клумбы, розы, но возле самого пешеходного перехода препятствий никаких нет. И это не помешало другой машине пропустить ребенка. Ребенок шел по пешеходному переходу ускоренным шагом. Это видела не только я, это много очевидцев видела и подтверждаю еще раз уже спустя полтора года практически, что ребенок шел по пешеходному переходу. Машина ехала на большой скорости. Я не могу сказать, какая была скорость, но она была большая, приблизительно 80-90.